Онлайн-займы в МФО. Как не стать жертвой мошенников? Проблема использования мошенниками персональных данных граждан при заключении договоров потребительских займов существовала и раньше, когда так называемый заемщик узнавал о задолженности на стадии досудебного взаимодействия, в частности при взаимодействии с коллекторами, или на стадии судебного разбирательства. Но она не являлась настолько социально напряженной, поскольку касалась большей частью самих горе-кредиторов и не оказывала влияния на другие социальные и хозяйственные процессы с участием граждан. Зачастую кредиты берут социально слабые люди, ищут выход, находят кабалу. Вопрос в другом. Почему кредиты раздают направо и налево? Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом-экспертом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Ну а мы переходим к теме видео. Итак, наиболее распространенный способ осуществления мошенничества, так называемый мошеннический алгоритм получения оффлайн-займов, состоится в следующем. Мошенники переклеивают на украденном или утерянном паспорте фотографию его владельца, а потом обращаются в несколько микрофинансовых организаций и банков для получения займов на небольшую сумму. Процесс получения займов с использованием чужих документов осуществляется в течение 2-3 дней после кражи документов. То есть до того момента, когда государственные органы внесут соответствующие изменения в реестры. В дальнейшем кредиторы пытаются связаться с заемщиком, но к тому времени номера мобильных телефонов, оставленные им для связи, уже неактивны. Заемщику направляются до судебного уведомления по его адресу регистрации, и на этой стадии часто происходит обнаружение факта мошенничества. Но нередки случаи, когда мошенники подделывают штамп в паспорте о месте регистрации заемщика. Тогда мошеннические действия обнаруживаются уже на стадии судебного взыскания или провозбуждения исполнительного производства. Точнее, после списания денежных средств со счета субъекта персональных данных. Завладение чужими персональными данными граждан в сети интернет происходит иногда по вине самих собственников этих данных. Они предоставляют информацию о себе, а также свои фото со второй-третью страницами паспорта с целью регистрации на сайтах. Или пересылают их друг другу с помощью социальных сетей при покупке товаров в интернете и, конечно, при получении онлайн займов. Более того, в сети интернет в любой поисковой системе можно ввести запрос «Купить скан паспорта» или «Купить фото с паспортом в руках» и попасть на интернет-страницу, где за небольшую сумму в пределах 100 рублей можно приобрести не только скан паспорта, но и сканы других документов. Например, водительских прав, ПТС, СНИЛС и ННН. Следует также иметь в виду, что при выдаче займов в интернете невозможно идентифицировать клиента по оригиналам документов в соответствии с Федеральным законом номер 115, где указано, что микрофинансовая компания вправе заключить договор с кредитной организацией на проведение удаленной идентификации клиента. Поэтому деятельность по предоставлению онлайн займов могут осуществлять только микрофинансовая компания, заключившая такой договор. Какие меры предосторожности нужно соблюдать при получении онлайн займа и не стать жертвой мошенников? Следите за личными документами и не передавайте свой паспорт третьим лицам. Это вообще совет на все случаи жизни. Прежде чем оформить заявку онлайн, проверьте выбранную МФО в Едином государственном реестре на сайте Банка России по адресу, ссылку на который мы оставили в описании к видео. Если организация в реестре регулятора отсутствует, значит вы имеете дело с аферистами. Что же можно сказать и о тех МФО, которые просят вас оплатить комиссию за оформление заявки? Помните, добросовестные МФО не взимают комиссию за оформление заявки. Вообще не поленитесь собрать как можно больше информации о выбранном кредиторе, с которым вы собираетесь вступить в гражданское правоотношение, почитать отзывы в интернете и так далее. Как известно, при заключении договора на займ, многие заемщики относятся к его прочтению легкомысленно. Не стоит этим пренебрегать. Читайте договор займа внимательно и до конца. А если что-то непонятно, задавайте вопросы. И еще по теме. Если вы взяли долг в микрофинансовой организации и в последующем не смогли вовремя долг вернуть, а МФО требует выплатить гигантские проценты, имейте в виду, что Верховный суд поставил точку в деле по вопросу о возврате микрозаймов. Итак, высшая инстанция посчитала, что гигантские проценты, которыми отличаются краткосрочные кредиты микрофинансовых организаций, должны начисляться не на весь период задолженности, а только на срок действия договора. То есть, после окончания срока договора займа, МФО не имеет права начислять бешеный процент. Этот нюанс позволяет заемщикам в десятки раз снизить сумму своих долгов. Основания. Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей в сфере финансовых услуг, утвержденный Президиумом Верховного суда от 2017 года. Друзья, пишите ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш Дзен-канал, жмите ваши лайки и расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!